Макияж, прическа, красивый костюм. Грим не только на лицо, но и на тело. И, конечно, силовая нагрузка перед выходом на сцену. Вот что происходит за кулисами чемпионата города Севастополя по бодибилдингу. Во время позировки судьи обращают внимание на артистизм участников и их программу. Так что готовятся спортсмены тщательно за несколько месяцев до старта чемпионата. Подготовилась я за 4 месяца. Самое тяжелое – это сушка. Две недели, когда то много воды пьешь, то ее вообще не пьешь. Ну и когда там, вот именно с диетой, да, там пару последних дней, когда нет углеводов, это тяжело, потому что сил нету. А надо еще как-то передвигаться, двигаться. Но, тем не менее, мы к этому идем. Мы сами выбрали этот путь, и оно того стоит. Участие в чемпионате принимают спортсмены из разных уголков Крыма. Это Ялта, Симферополь, Керчь, ну и, конечно, севастопольские атлеты. Оценка проводится в шести номинациях. Бикини, женский классический бодибилдинг, фитнес, мужской бодибилдинг и другие. По мнению судей, для победы участник должен обладать не только хорошей физической формой. Рельеф, пропорции, форма, упакованность так называемая, чтобы человек был красиво сложен. Изначально бодибилдинг пошел от античных скульптур и, соответственно, уже развивается дальше. Открыли чемпионат девушки в номинации фитнес-бикини юниорки. Ведущий вызывает конкурсанток и дает им команду показать четыре обязательные позы, благодаря которым судьи могут оценить и определить победителя. Каждый по-разному пришел к бодибилдингу. Кто-то мечтал об этом с детства, кто-то просто пришел в спортзал, а некоторые начинали с поднятия гирь в гараже у родителей. Все участники совершенно разные, но объединяет их одно – желание стать лучшим и победить в своей номинации. Занимаюсь уже лет 15 спортом, бодибилдинге около 5-6 лет. С детства любил заниматься спортом. Занимался борьбой, тэквондо. А в старших классах как-то пошел в подвальную качалку и все затянуло. Всего в этот день на сцену вышли 35 атлетов. По итогам соревнований шесть из них представит наш город на чемпионате России, который пройдет в этом году в Перми. Александра Акимова, Андрей Вов, Севастопольское телевидение.